Александру Филькину уже несколько лет мешают деревья, которые растут в его дворе. Один клён, по мнению мужчины, загораживает доступ солнечного света в его квартиру, а другой слишком близко расположен к дому. Один клён расположен, растёт, относительно фундамента слишком близко, менее пяти метров, как положено по закону. Его ветви по стене шмыгают, и во время дождя портятся стены, корни, и разрушают фундамент дома. А мы, жильцы, сейчас являемся хозяевами этого дома. С просьбой перенять меры Александр Филькин обратился в администрацию. Комиссия пришла к выводу, что деревья находятся в удовлетворительном состоянии. Такой ответ мужчину не устроил, и он обратился повторно. Я считаю, что нужно было бы им подойти к этому вопросу правильно, и разобраться, или обрезать деревья, как положено, или хотя бы ветки обрезать, чтобы они не стучали ни в окна, не мочили стену нам. Более кардинально решить проблему предлагает сосед Александр Филькин, Николай Гусев. Несколько лет назад по его просьбе срубили растущую рядом с деревом березу. Теперь же он считает, что надо избавиться от другого мешающего дерева. Причина у него весомая. Да, которое с торца дерева стоит, оно нам мешает чем? Что к нам не проходит в окно нисколько солнечного света. Если бы, конечно, его не было, его единственного, то бы вопрос решался по-другому. Однако не все жильцы согласны с такой точкой зрения. Юлия Дементьева считает, что бороться нужно за каждое дерево. Именно благодаря зелени старый район выгодно отличается от нового. Женщина живет в этом доме с детства и уверена, что все проблемы, о которых рассказали ее соседи, надуманны. Мы против абсолютно, потому что, как вы видели, ничего там по стене не течет. Дерево ничего не разрушает, потому что оно уже выросло. Три окна у Юлии выходят на южную сторону, и днем в квартире невыносимая жара. И только в одной комнате окно находится на торце дома, где как раз и растут мешающие ее соседям деревья. Именно эти клёны создают прохладу, так необходимую семье, где растут маленькие дети. Это, наоборот, радует. За каждое дерево боремся. Вон тут яблонь эту несчастную все обкарнали. Три года назад тоже никому не мешает абсолютно. Здесь никто не живет. Здесь только за. Там съемные квартиры, поэтому я не знаю, кому очень помешало так сильно. За комментариями о том, как в этой ситуации поступить жителям, мы обратились в администрацию. О том, как будут развиваться события, расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24.